Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы разберем один из способов включения больших ягодичных мышц в работу. Очень часто эти мышцы бывают гипотоничные. Одной из причин не включения больших ягодичных мышц является спазм поясничных мышц и увеличенный поясничный лордоз. Для начала мы ляжем на спину. Для теста, который будет оценивать, как включаются большие ягодичные мышцы, мы возьмем упражнения, которые являются стандартным для их тренировки. Сгибаем ноги в колени, пятки под ягодицей. Прижимаем плотно поясницу к полу. Только после этого приподнимаем таз. И наблюдаем, насколько легко и высоко мы можем его поднять. Просто заметьте, что это для вас за ощущение. Теперь аккуратно подкручивая лобковую кость на себя, мы опускаем спину через грудной отдел. И теперь попробуем выполнить упражнение. Выпрямляем правую ногу и смотрим амплитуду движения правой ноги. Опускаем прямую правую ногу вниз. Потягиваем левое колено к грудной клетке. Локти приближаем к корпусу. Плечен отпускаем вниз в сторону таза. И обращаем внимание, могу ли я подвести колено к грудной клетке. Не приподнимается ли у меня при этом нижняя правая нога. Если это происходит, это говорит о том, что подвздошно-поясничная мышца укорочена. Она очень часто укорачивается от длительного сидения. И в этом положении мы натягиваем носочек правой ноги. Таким образом мы укорачиваем икроножные мышцы. И включаем всю заднюю цепь. Медленно, не спеша. Делаем медленный подъем вверх. Для того, чтобы оценить движение ноги. То есть нам нужно получить равномерное движение вверх и вниз. Без движения зигзагообразно. Мягко, не спеша. Выполняем еще один раз. Следите за тем, чтобы левая стопа у вас при этом не напрягалась. И плавно опускаем вниз. Теперь мы наоборот. Тянем стопу максимально на себя. Растягивая икроножные мышцы и заднюю группу мышц. И выполняем то же самое движение. Не спеша. По два повтора. Постарайтесь сделать движение равномерным, плавным, без рывков. Выполняем еще один раз. Медленно. И опускаем вниз. И теперь нам нужно выполнить два движения одновременно. Мы будем сгибать и разгибать стопу и одновременно поднимать ее вверх. Так, чтобы движение сохранилось плавным. Сгибаем, разгиваем стопу. Сохраняя плавность подъема ноги вверх и вниз. Возможно, первое время у вас будет остановка в движении. Постепенно, с каждым разом движение будет становиться все более плавным. Не торопитесь. Мягко, не спеша. Заканчиваем это движение. Опускаем правую ногу. Опускаем согнутую ногу. И смотрим, стала ли амплитуда больше. Выпрямляем ноги. И почувствуйте, насколько удлинилась правая нога в сравнении с левой. Насколько поясница справа стала более свободная. И обратите внимание, что и лопатки поменяли свое положение. И теперь мы сгибаем правую ногу в колени. Проверяем амплитуду движения левой ноги. Насколько она легко движется. Опускаем прямую вниз. Подтягиваем правое колено к грудной клетке. Локти к корпусу, плечки слегка вниз. Натянули носочек. Укротили икроножные мышцы максимально. Медленно, не спеша делаем подъем вверх. Стремимся к тому, чтобы движение было легким и плавным. Таким образом, наши фасциальные футляры будут очень легко скользить относительно друг друга. Мягко, не спеша. И теперь наша задача вытянуть максимально пяточку от себя, стопа на себя. Удлиняем икроножную мышцу, всю заднюю цепочку. И выполняем два повтора в таком положении. Не стремитесь делать быстро. Потому что, когда мы делаем быстро, мы не замечаем такого легкого движения. Насколько оно точное. И еще один раз. И теперь нам нужно объединить два движения. То есть сгибать и разгибать стопу и одновременно поднимать. Выполняем это движение. Следим за тем, чтобы стопа двигалась точно относительно колена. То есть не разворачивалась ни наружу, ни внутрь. Мягко. И еще один раз. И опускаем ногу вниз. Опускаем подошву правой стопы. И смотрим, как поменялась амплитуда движения. Стала ли амплитуда больше. Выпрямляем ноги. Сравниваем ощущения в теле. Есть ощущения удлиненной области поясницы, ног. И теперь опять делаем первое упражнение, которое было тестовым. Медленно, не спеша, прижали поясницу. Поднимаем вверх. И наблюдаем, насколько легко поднять теперь таз. Мы чувствуем, как включились большие ягодичные мышцы. И это движение стало комфортным. Аккуратно. Лобковая кость на себя. Мы мягко, позвонок за позвонком. Опускаем вначале грудной, затем поясничный и коистец. Выпрямляем ноги. Небольшое сравнение ощущений. И поворачиваемся на бок, не спеша садимся. Выполняйте это упражнение регулярно. Таким образом, вы не только сможете включать большие ягодичные мышцы, но также улучшите ваши движения во время ходьбы. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok